Всем привет! Я рада вас видеть на своем канале. И сегодня будет у нас видео интересное о животных. То, что я не так часто показываю в Иордании, но я думаю, что вы посмотрите с удовольствием это видео. А также досмотрите до конца, чтобы узнать условия конкурса, о котором я говорила в прямом эфире. И да, он все-таки состоится. Мы приехали. Зоопарк. Животные. Мы приехали, а виды будут красивые, я уверена. Ну, да, на него не тайно натурки. Ничего страшного, пойдем, билетики спрашиваем. На самом деле это даже не зоопарк, а это заповедник. Реабилитационный центр для животных. А для каких животных вы узнаете дальше. Я об этом расскажу обязательно в видео. И он находится в Ажилюне. В принципе, не так уж и далеко от Аман. Дорога занимает всего лишь, ну, в среднем, давайте скажу, около часа езды. Но с очень красивыми видами. Надо уже снять маску, но у меня все руки заняты, сейчас сниму. Билет стоит 5 динар со взрослого и 2 динара с ребенка. Какая красота здесь, нереально. Конечно, здесь природа будет получше, чем в парке, где динозавры. Смотрите, как красиво. На территории возле ресепшена есть кафе. К сожалению, из-за короны сейчас оно не работает в своей полной мощности. Можно, конечно, выпить горячие напитки, такие как чай, кофе, капучино, есть машинки. Но еды нет. А также здесь территория усыпана деревьями, которые не очень похожи на наш дуб, но зато есть желуди. Не хотела срывать с дерева, но нашла, лежала прям на полу. Красивый такой. Надо забрать домой. На территории есть детская площадка. Можно посидеть, попить кофе, понаблюдать просто за красивыми видами. А также рядом просто будут бегать и резвиться дети. Она деревянная, что придает особый шарм этому месту. Конечно, чистое место. Правда, территория чистая. Но единственное, что пыль, потому что от этого никуда не деться. Высокая трусишка. Я тебя поймаю. Здесь он как тормозили. Тормозной путь высокий какой. Долгий. Мы сейчас ждем, когда подъедут Марина с детками. И мы пойдем. И погода нереальна. Если вчера у нас в Амане было жарко, пыль. И мне муж говорит, ну куда мы собираемся, куда мы едем. Сегодня проснулись утром и пасмурно. Я вообще кайфую. Боже, я дождалась этого момента. Вряд ли будет дождь. Но сам факт того, что пасмурно, нет сон, прям немножко так вот одеты. Хотя, если честно, можно находиться в футболках и нормально. Но просто не хочу в руках таскать. Вот. И нереально крутая погода. Просто созидать, наслаждаться. И всякое в жизни бывает. И мы тоже ехали по трассе. Мусор везде был. Хотя работники убирают. Но люди просто бессовестные. Если на это сильно обращать внимание, то возможно, да, тогда будет не очень хорошо, все плохо. Когда просто не обращаешь внимания, ты же знаешь, что ты не мусоришь, что твоя семья не мусорит. Немножечко так в душе повозмущался. И все. Зато какая природа. Боже, ну, Иордания это очень красивая страна. Природа, некоторые сейчас говорят, не как наша. Ну, блин, ну, это же пустыня. Конечно, не как наша природа. Но она есть, она шикарная. И нужно это ценить. Ну, смотрите, я вот стою, а рядом, рядом Ляньки. Кто пришел? Нет, Шакира еще не пришла. Данька ждет, не наждется. Я уже приготовилась в очках. Я не знаю, будет ли видно, но вот летает орел. И очень так громко кричит. Не понятно. Красиво. Хочу сказать насчет этого заповедника, что с 2011 года готовили вообще весь этот проект. Готовили место, все подготавливали. И только около двух лет назад сюда привезли животных. А животные эти, вот я еще думаю, странно, вроде бы заповедник. Животные-то не местные, как можно сказать. Это животные, спасенные из мест, где идет война. Из зоопарков, где и прошла война. Например, Газа-Палестина, Сирия. Животные, которых успели спасти, которые не погибли. И их привезли сюда, и они, получается, здесь. Это все было под руководством принцессы Алия. Так что очень даже благородное дело, на мой взгляд. И я думаю, что, наверное, будет пополняться как-то это все. Но надеюсь, что нет. Точнее, что будет не было войн, чтобы это не пополнялось. Но я имею в виду, что будут как-то животных реабилитировать, она в этих местах. В общем, мы приехали, и первый тигр, который нам поползал, вообще без клетки. Да, Данька? Это первый тигр? Дань. Нюся, не бойся ты нас. Ну, правда, на тигра похож. Может, о, какой, о, ну, о, ну, ваптик, раз, аптик. С голубыми глазами. Нет, отмерить давление. Мы дойдем до самого конца, потом нас с этим автобусом заберут снизу, привезут снова сюда. За нашу стоянку. Главный экскурсовод, смотрите, пошел. Даня, тебе не смущает, что здесь дядя-экскурсовод, а ты впереди? Нет, не смущает. Есть расстояние между сетками, и наружные сетки, они как бы обычные, а те, которые внутри, они под током, чтобы, как бы, ну, я думаю, вы понимаете, да, чтобы, если животное сошло немножко с ума и решить напасть, то это его откугнет. Вот, но предупреждают, чтобы по-любому не лезли. Так что, да, это очень важно. Вот, здесь электричество. Даня, я тебе расскажу, хочешь? Здесь живут два черных мишка, мишки. Одного зовут Сокара, другого Лёс. Не хочет он, Ка? Сокар и Лёс. Правильно, что он сахар и мельдаль, да? Сокар и Лёс, какое красивое название. Ну, и где вы? Сладкие наши. Согода не летная. То жарко, теперь им хорошо. Идите сюда? Вот маленькие, вот такие вот, это для привыкания, это новенькие медведи, и потом их переведут к тиграм в большое такое павилье. К тиграм! Искормят их! Нет, ну, я имею в виду. Я имею в виду, что сейчас вот эта вот клетка, а это у них как реабилитация и привыкание идёт. Мы попытаемся выманить. Надо мёд было приносить, что с желудями? Привет, сладкий! Привет, только не подходи к клетке. Он сонный, его разбутили. Потихонечку выходит, выходит. Вот, он уже вылез и моет ручки. Дань, смотри, как он ручки моет. Ой, чешется лапка. Надо мыться. Надо мыться, да, правильно. Ой, так, ой, чешется лапка. Дай, как говорит, где у него мыло. Привет, кто к нам вышел? Эти мишки занесены в красную книгу. Привет! А у нас тоже нельзя кормить, конечно. Ну, какие вы красивые! Привет, сладкие! Я когда-то шла оттуда, потом один за мной ходила. Боже мой, они же как игрушки. Они как игрушки. Мои вы, сладкие, войну пережили. Мои вы, хорошенькие. А что такое, блядь? Ой, ну всё. Ну мы увидели, какой ты красивый. Все увидели. Им всего лишь год и девять месяцев. Это вообще совсем-таки маленькие медвежата. Ой, ты мой сладкий. Ты мой хороший. А мне кажется, они такие какие-то ручные. Прям совсем. Гиены, вы посмотрите, какие они огромные. Это из Африки. Я думаю, они как собаки. Они огромные. Алло. Может, беременная? Это я хочу показать вам. Из-за клетки не видно. Это иорданский. Он ещё крупнее, чем африканский. И волосатый. И вообще не кушает всё. Всё, что попадётся. Один съел, откопал обувь, съел и задохнулся. Так что они без разбора. Даже котов могут поесть, если к ним в клетку попадут. Они отдыхают. Домики как мини-номера. Я не поняла, если честно. Они, по-моему, ещё особо не готовы. Но по утра ты можешь, как житель этого домика, идти кормить с работниками всех животных. Так что своя прелесть. Виды, конечно, шикарные. Я уверена, что здесь снимать номер будет очень классно. Всё, всё. Видите, из-за короны всё приостановилось. И в замирах мебель не установили. Ресторан не довели до конца. Но сказали, корона закончится. Всё здесь будет. Вот так получается. Здесь будет ресторан. А вот здесь будут ходить тигры. Нам сейчас работник говорит, что размер клеток от 14 до 22 гектар. Говорит, ну если нам повезёт, где-нибудь в каком-то углу их увидеть. Потому что они же все разбрелись. Так что нельзя. Куда птичка села? Вот ещё самоубийца. На кись-кись отзывается. Нюсичка маленький. Ой, как боже. Но это же какая прелесть. Смотрите, вот размер просто. Куда, не прячься от нас. Мы хорошие. Иди сюда. Пойдём, Дань. Нет, не уходи. Нет, нет. Вау, как украти. Нюся. Привет, красотка. А она, как настоящая женщина, спокойная и мудра. Вы поссорились, наверное, да? Ты ему нервы все вытрепала. Что мужик теперь ходит. Не найдёт себе места. Красавец. У него хвостик, видите? Отрезали, издевались над ним. Ужас. Какие же люди бывают. Взяли его и издевались. Кто ещё жестокие? Звери или люди? Объясните мне. Сейчас здесь находятся около 20 львов. И плюс-минус только же львиц. На самом деле всё расширяется. Идёт ещё стройка. Поэтому вольеры будут достраиваться. И будут ещё привозить животных. Каких именно, не сказали. Но даже здесь есть те, которые были на содержании в Оманском зоопарке. А, медведи уже готовятся к спячке. Видите, у них тут перчик, огурчик, помидорчик. Они даже уже не едят всё. Они уже готовятся спать. Смотрите, это Балу, которому 19 лет. Именно из-за него решили построить этот весь комплекс для спасения животных. Он сейчас готовится тоже в спячку. Спрятался. Он весит 450 килограмм. Ему 19 лет. Бедные животные. Видно, что, конечно, они немножечко помоченные. Но попали в такие условия изначально. Красавец. А когда его привезли сюда, он весил 90 килограмм. Во время войны и сейчас его откормили. Он 450. Он тут почесаться решил. Ой, грудь зачесала. Боже, он же огромный. Нереально большой. Вот пещера, где Балу спит. А вот там для него бассейн построили. Сейчас воду сделали чуть поменьше, потому что он уходит в спячку. И как бы... Сейчас, а чуть-чуть для нас. Нецелесообразно. Но у него он там с камнями. То есть он ныряет, его набирает поглубже. И он тут, в общем, купается, лазит. Всё для него сделано. И всё, всё, всё большущая территория, это всё его. А он взял и в кусты лёг спать. Действительно, зачем ему пещера? Чтобы экономить, будет дождевая вода здесь собираться. И потом, видно, туда переправляться к животным. В общем, потому что всё это содержать, конечно, нелегко. Представляете, сколько прокормить, сколько мяса нужно. Притом, они всё стерилизованные, потому что тигрицы каждые 108 дней могут рожать. И они говорят, ну, не потянешь столько. Но это нормально, это понятно. Смотрите, красавица. Красавица. Вау. Красивенький, какие. Отдыхает, не так жарко. Омный. Да? Нереально большой. Сам по себе это вот такой. Током сделали, чтобы, если животные будут с ума сходить, их это будет отпугивать. Ещё есть один. Какие хозяи тут? Какие хозяи здесь? Кто там? Мы тут с Мариной. Уже наша фантазия хорошо работает. В общем, смотрите, клетки намного выше, и ток, напряжение, ой, тоже повыше. Потому что тигры залазят на деревья и могут перепрыгивать. Такого не было случая, но, как бы, наверное, в этом зоопарке. Но мы решили, что, наверное, было. Поэтому. Но сам факт того, что здесь, видите, намного всё выше и попрочнее. Они очень такие прям... Он ему домик делал. Очень такие, Илья. Что вы делаете? Всё, 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 он там убил. Ты убил муравья? Да. Зачем? Он говорил, он сейчас замаскируется и убил человека. Это что ты пересмотрел? Вот это дерево красное. А потом приходит время, несколько или седьмого, или восьмого, я не знаю, месяца, полностью становится зелёным. Не мхом покрывается, просто становится зелёным. Но если проткнуть ствол, то потечёт вода. Очень интересное дерево. Просто сейчас пыль налетела, и не так видно, что оно красное. Но на самом деле ствол красный. О боже, а куда бежать? А куда бежать? И там тоже. Ну вот, кстати, находиться страшновато, если честно. Кажется, что тебя окружили. Мы не с Бэйни. Лёва, ты куда? Где-то это лежит вообще. Всё равно. Это ты всё разбаламутил. Все замолчали, когда он замолчал. Даёт команды. Вот он, ещё один. Не подходи сильно близко. Обиделся? А, и там ещё есть тигрица. Этого льва зовут Султан. И на самом деле он один из главных здесь. И он очень характерный. Нам сказали, что если в 9 вечера, ровно в 9 вечера, его не покормить, он разносит полностью клетку, несмотря на то, что даже идёт некоторые, да, вот сетки под напряжением. И этого это вообще не волнует. Он очень такой своенравный. Он очень... Его слушаются. То есть у него такой характер. И его привезли из Алеппо. Когда бомбили Алеппо в Сирии, его смогли спасти. Он был очень худенький, такой подранный. А потом вырос вот такого вот хорошего льва. И вы даже можете заметить на этом видео, как он сейчас просто подойдёт к своей львице и загонит её вовнутрь. А потом придут люди, которые начнут близко-близко подходить к сетке. И он из этого вольера просто с таким рёвом на них вылетит и замахнётся на них лапой, что видно сильный характер этого мужчины. Он прям настоящий араб. Смотрите, как он её... То есть при том, что мы к ним вообще близко не подходили и не лезли. Но ему это не очень нравилось. Злится, злится. Он даже её завёл. Уля, какой! Он только что выбежал с клетки и лапой замахнулся. Мужик, оба! Мы очень довольны. Особенно погода. И последними львами, которые просто шухи развели. Но с нами ещё подключились там другие экскурсии. Они начали почему-то их как чуть-чуть так шугать. И они им дали, да. Мама переехала в автобус, и мы едем наверх. Мы идём назад, потому что будем всё смотреть. Смотрели? Да, она закрыта. Гляньте, как мы... Вау, какой! Данька, смотри! Смотри, Дань, смотри! Даня, вот, смотри, король лев! Выходи! Я не буду подходить. Сори, сори! Красавца! Ну, не это, мы потихонечку. Можно? А, ты хочешь, чтобы мы тебя сняли? Ты тоже красивая. Она пришла на фокрасистик. А, нет, она рычит. Не, мы не будем подходить. Мы получили колоссальное удовольствие, когда побывали в этом заповеднике. И я вам советую его. И детям будет вам интересно, и вам будет интересно. Только приезжайте, пожалуйста, когда будет не жарко, потому что звери в жару обычно прячутся, и их можно не найти. И тогда будет поездка впустую. А когда более-менее прохладненько, они близко выходят. Привет! Дорогие! Я думаю, что всем туристам знакомо это место, правда же? Просто посреди города историческая ценность. Мы направляемся домой, но по пути нам встретился вот такой ручеек. Его невозможно проехать мимо, потому что он всегда на виду. Очень красиво, очень. Ну, если вот это всё вычеркнуть, вот это вот всё, вот это вот всё, что люди тут натворили, это очень прикольно. А весной здесь ещё больше вода, она поднимается высоко. Ого! 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 Какая красота, и здесь так, здравствуйте, здравствуйте. Там мальчики развлекаются местными, босиком в воде. Я знаю, что немало девочек говорят, что я Иорданию приукрашаю. Но я ее вижу именно такой. И слава Богу, что я могу замечать эти прелести. Я знаю, что я не одна такая, которая считает Иорданию очень хорошей, достойной. И да, это не идеал всех мечтаний, но здесь хорошо. И я знаю, что, конечно же, многое зависит от того, кто с вами рядом. Поэтому будьте, пожалуйста, осознанны в выборе своего партнера, в выборе своего окружения. Это очень играет роль. Когда вас окружают люди, которым все не так и все не так, поверьте, вы заражаетесь от них. А это того не стоит. Не нужно жизнь тратить на все эти какие-то мелочные негативные мысли, потому что жизнь одна. И вы потом просто удивитесь, насколько все быстро пролетело, вы не почувствовали кайф. Ловите кайф сейчас. Привет, ребята, я рада вас приветствовать на моем канале. И раз вы досмотрели до этого момента, значит, вы досмотрели видео до конца. И сейчас мы с вами устроим конкурс. Точнее, я его проведу, а вы будете в нем участвовать. Я надеюсь, что вы проявите большую активность, потому что шансы на то, что вы выиграете, большие. Потому что у меня пока не миллионные. Да, у меня теперь 4 тысячи подписчиков. Для кого-то это покажется мало, но поверьте, когда ты ведешь YouTube, да еще с такой узкой темой насчет жизни в Иордане, о стране, которая интересует в основном только в плане туристического, а я здесь рассказываю о жизни. Поэтому для меня эти 4 тысячи просто как будто 400 тысяч, поверьте. Очень трудно на YouTube набирать аудиторию в этом плане, поэтому для кого-то это покажется мало, поверьте, для меня совершенно не мало. Я вам хочу сказать большое спасибо и подарить вам подарочек. Конечно же, к сожалению, к моему сожалению, я не могу прям каждого отблагодарить, но на данный момент у меня будет один подарок. Это косметика, небольшой набор из Мертвого моря, косметика Мертвого моря. И я думаю, что вам будет это интересно, и вы захотите поучаствовать. Не важно, вы мужчина, женщина, если вы мужчина, вы тоже можете поучаствовать, потому что можете подарить своей жене, маме, сестре, подруге эту косметику. Я думаю, она тоже останется довольна. Условия очень простые. Не думайте, что там будет что-то очень такое сложное. Нет, но самое главное, чтобы вы эти условия выполнили. Если какое-то одно из условий вы не выполните, я буду перебирать победителя. Выбираю не я, а будет выбирать рандомно система. И я это все буду снимать на видео, чтобы вы понимали, что это все честно и прозрачно, как говорится. Но мне будет очень обидно, если, конечно, из-за вашей невнимательности в плане выполнения условий, возможно, этот подарок может уйти другому человеку. Поэтому обязательно внимательно послушайте сейчас условия, а потом я их еще продублирую в комментарии и под видео, чтобы вам было еще тоже наглядно и понятно, что вы выполнили, а что нет. Я буду каждое условие проверять, выполнили вы его или нет. Первое условие, конечно же, это, чтобы вы были на меня подписаны в YouTube. Не быть друзьями в Одноклассниках или в Facebook или в Instagram, а именно быть моим подписчиком на YouTube-канале. Кто-то мне говорит, что у меня не получается, у меня нет этой кнопочки. Это значит, что вы не зарегистрированы в самом YouTube. Значит, вам нужно пройти регистрацию на YouTube, и только потом вы сможете на меня подписаться. Поэтому, если вам не трудно, сделайте и потом нажмите подписаться. Это совершенно не сложно. Но быть моим подписчиком – это одно из самых важных условий. Потом вы должны написать комментарий под этим видео, почему вы на меня подписаны. Возможно, вас интересует Ярданию. А возможно, вы просто любите смотреть лайфстайл-видео, и я вам где-то попалась, чем-то я вам приглянулась. Неважно, да, вот в какой стране человек живет. Просто напишите комментарий, почему вы подписаны на меня. И обязательно в комментарии в конце оставьте либо свою электронную почту, либо ссылочку на вас в Instagram. Потому что, если вдруг вы побеждаете в моем конкурсе рандомно, чтобы я могла с вами связаться. Третье условие – вы должны обязательно поставить лайк этому видео, либо дизлайк. Но я надеюсь, что будет все-таки лайк. Неважно, активность, даже если люди ставят дизлайк, это все равно активность в видео. Четвертое условие – вы должны быть также подписаны на меня в Instagram. Ссылочка на мое имя вот здесь, либо же это будет в комментариях, чтобы вам было проще меня найти. Обязательно подписка в Instagram. А также вы должны сделать репост этого видео. Это будет мое пятое условие. Вы должны сделать репост этого видео, неважно, куда. В «Ноклассники», в «Фейсбук», в «Контакт», в «Твиттер», любую свою соцсети, где вы активны. И написать, что вы участвуете в конкурсе, и можете призвать людей тоже в нем поучаствовать. И эти пять условий я буду проверяться, насколько они были выполнены. Еще сроки конкурса. Конкурс стартует с момента выхода этого видео, и еще потом 10 дней. То есть у вас есть 10 дней поучаствовать в этом конкурсе, и ваши друзья, например, тоже могут поучаствовать в этом конкурсе. По истечении 10 дней я буду проводить рандомно выбор победителя, это все снимать, связываться с победителем. Но все равно то, как это все выбиралось, я покажу в своем одном из влогов следующих, когда пройдет конкурс. Не переживайте. Все будет разыграно честно, я обещаю. А мой набор будет состоять вот. Он небольшой, но я надеюсь, что он вам понравится. Здесь соль для ванны, здесь маска для лица. Она для всех типов, потому что я не могу угадать тип кожи своего победителя. А также здесь есть два мыла. Одно грязевое, одно минеральное, солевое. Я думаю, что для начала, в принципе, этот подарок очень даже неплохой и ознакомительный с косметикой мертвого. Я безумно рада, что я буду проводить этот конкурс. И вы должны понимать о том, что я действительно хотела бы поблагодарить каждого, кто со мной. В моих планах, наполеоновских, грандиозных планов, с ростом аудитории, поверьте, будут конкурсы и призы будут не только для одного человека, а для нескольких. Поэтому участвуйте. Я всем желаю удачи. Абсолютно каждому. Выполняйте условия. Всем большое спасибо. Спасибо за вашу обратную связь. Всем пока.